друзья всех приветствую вас с видом на вот эту дырку 0 левыми который сделал один очень нехороший человек в новом линолеуме сделаю ножокой не специально ясное дело но придется ее устранять для устранения проблемки я использую обрезок линолеума идентичного рисунка у меня нет на этом куске поэтому будет отбирать из того что конечно же я буду вырезать заплатку буду делать пререзку и буду потом делать вклеивание этой заплатки внутрь наблюдайте как это будет происходить поэтапно но начинать поехать сразу находим тот фрагмент который будет использоваться в качестве донора как видите линолеум держится очень хорошо поэтому проблем с подрезкой быть не рожим не очень плотный теперь выберем тот рисунок который больше всего совпадает с поврежденным участком кажется что где-то вот так его приделать будет неплохо что-то похожее здесь здесь есть мой есть рисунок как говорится продолжает да теперь можем отрезать еще кусочек чтобы здесь не мешал здесь у нас тоже полоса прорвота придется сдвинуть аж сюда но предположим вот в таком положении мы с вами сделаем пререзку я беру для этих целей линейку беру острый нож линейку желательно брать металлическую или металлический угольник можно взять потому что деревянную линейку или вообще деревянную какую-нибудь подложку легко прорезать ножом так и теперь смотрю у нас проблемное место немножко выступает за эту линию поэтому сделаю захват это запасом сантиметр другой подрезку я делаю сквозную и при этом двойной вот таким образом по краю здесь делаю такой скос небольшой для лучшего совмещения рисунка как вы видите это у нас комната это не какая-то демонстрация то я не знаю каким будет результат поэтому все происходит на ваших глазах в живую ну и до конца точно так же делаем здесь тоже со скотиком попробуем сделать эта часть уже не понадобится мы откладываем теперь надо хорошо держать чтобы у нас не было смещения можно конечно и скотчем приклеить но думаю особой необходимости в этом здесь делаю просто прямой рец ну и теперь по краю тоже даже если можно прям по этому краю резать но лучше сделать этот через двойную подрезку чтоб краю нас точно совпал лучше сделать через два слоя линолю точно так же и здесь сделаем отрезочку убираем эту часть и теперь вытаскиваем поврежденный участок примеряем нашу вставочку теперь заплаточка наша входит нормально на следующем этапе кажется что можно взять просто намазать все клеем и успокоиться но я предпочитаю не намазывать по клеем предпочитаю положить на внутреннюю внутрь клей стороной которая намазана клеем кусочек скотча приклеить его снизу сделаю это для того наоборот что приклеим и участок не прихватился к полу и тогда при небольшом смещении линолеума он будет двигаться вместе с основным полотном и не будет никакого выпячивания его с основного полотна сейчас мы приспособим скотч под линолеум это конечно заставляет немножко повозиться но я бы сказал дело можно и так скотч на месте он не даст вклеиваемую участку приклеится к полу ну а теперь я беру клей сильно не заморачиваясь с его видом в данном случае у меня клей полиуретановый беру просто-напросто промазываю торец остаток клея если даже вниз попадет он останется на скотче подойдут разные виды клеев потому что задача этого клея просто обездвижить участок на него не будет нагрузок особых так что нет необходимости гоняться за какими-то клеями дорогими покупать для такого обрезка дракон подходит любой полимерный клей друзья в этом случае подходит конечно не рекомендовал бы только суперклей использовать потому что он делает жесткой жестким край и потом будет блеск ненужный а полимерный клей можно его излишки стереть сверху если влажная тряпка это делает теперь кладу на просушку минут на пять этот участок и еще немножко клея наношу сюда на скотч не на скотч а на торец вот так получается что он попадает на скотч все ждем пять минут и потом будем делать вставочку вырезанной части проблемное место итак друзья прошло пять минут я беру вставку и просто вставляю ее внутрь скажу что использовать скотч не обязательно это вопрос удобства в моей практике там не не раз помогала выручала поэтому я так делаю возможно вы обойдетесь без него просто вставляю вот друзья каким получился результат вы видите наша вставочка на месте рисунок конечно немножко не совпадает но это не проблема на исход дело это не влияет вот друзья смотрите насколько легко сделать решить вопрос поврежденный бинолеум если у нас есть какие-то запасные обрезки кусочки на этом все был рад поделиться этим моментом с практики ремонта бинолеума всем пока всем спасибо спасибо